Итак, всем привет! В этом видео я хотел бы продолжить прохождение No Man's Sky Так, значит ну сейчас моей целью, ну у меня нету какой-то такой глобальной цели там найти что-то, выполнить какой-то дальше шажок в так сказать каком-то таком сценарном прохождении, нет, в общем нет, я пока хожу и вообще цель у меня сейчас просто дождаться дня, потому что моды очередные, которые я хочу уже 25 давайте-ка систему жизнеобеспечения пополню потому что моды, которые я так, так, где мой экзокостюм, моды новые, которые я хотел бы рассмотреть, они в основном будут видны, конечно же, днем так, плутоний, ну в общем-то плутоний несложно найти, найду плутоний так, что мне там по мультитулу ну 80%, ну в общем-то тоже заряжу так, хорошо, зарядил так, давайте просканирую что у меня здесь есть в округе возможно что-то пополню так, есть плутоний я вижу, есть а что это вот такое не совсем понятно так еще хотел бы отметить так, не могу понять что там такое находится то ли бегает, может какой-то звереныш так, ладно пойду возьму плутоний хотел отметить, что вот по мере прохождения вот какой-то части игры я начал наблюдать какие-то поседания FPS а, это кстати Tami-9 очень круто Tami мне очень нужен для того, чтобы зарядить двигатель так экзокостюм сейчас что-то отправлю на корабль углерод ну в общем-то углерод странно а, я только что чуть-чуть его взял так, углерод не буду отправлять отправлю цинк на корабль ну еще этот Grah Grah отправлен на корабль Tami-9 очень нужно чтобы подзарядить двигатель так, ну что я наверное еще буквально пару пару модов попробую и буду ну потому что мне сейчас видится интерес такой вот глобальный так, флора что мне щит добавит щит щит на максимуме то есть мне хотелось бы сейчас очень так понаблюдать за тем что творится на других планетах что я вообще нового интересного смогу увидеть поэтому наверное в следующем видео я попытаюсь рвануть в следующем прохождении попытаюсь рвануть и посетить ну не знаю парочку планет может больше посмотрю как получится потому что моя планетка она хоть и хороша тем что здесь есть такие интересные красочные темненькие пещеры но все-таки хотелось что-то более новое по крайней мере из окружающего мира что-то более такое может насыщенное необычное а то у меня такая полупустыня с какими-то кактусами интересными изредка с какой-то травкой а вот еще есть кстати цветок ну это наверное это здоровье это флора обычная будет на а не это цинк ну цинк в общем-то я думаю пригодится потому что цинк сложновато ну по крайней мере мне поначалу было найти а сейчас в общем-то попадается везде почти везде так ну что я бы отметил по игре ну что отметить кстати сейчас поубирал моды убрал этот мод на скорость передвижения чуть побольше ну многие знаете говорят типа мод на скорость передвижения допустим на более высокий прыжок в этом в джетпаке и ну к примеру там не получаешь повреждения когда падаешь с высоты многие говорят что это читы там как-то ну не мной ну вообще как бы немножко указывают но отчасти может быть и так но сами подумайте то есть я же здесь не то что против кого-то там воюю зачем мне себе усложнять жизнь ну причем я бы мог бы ее себе усложнить например тем что у меня будут еще дополнительные параметры жизнедеятельности моей нужно будет пить есть там еще что-то ну теоретически ну хотя падение сами подумайте если у меня допустим экзокостюм я его прокачал то там же есть какие-то смягчающие скорее всего механизмы но с другой стороны возможно износ какой-то костюма будет это ну по-любому так просканировал что-то в округе вообще ничего не то из никаких ресурсов то есть износ костюма я понимаю что он есть или еще какие-то нужно будет более подробный можно сделать износ к примеру так а сколько до сюда на прибытие пойду туда схожу то есть износ я бы понял но сами подумайте медленный костюм к примеру сейчас я бегу причем бег же не постоянно он якобы устает но с другой стороны как я могу быстро уставать если у меня какой-то экзокостюм который как-никак уже имеет какие-то продвинутые возможности а я допустим устаю тут буквально как меньше даже чем обычный человек бегаю то есть экзокостюм это уже нечто другое то есть я бы я бы не цеплялся ну так сказать не придерживался таких основных параметров параметров заданных разработчиками изначально потому что вот здесь какая-то хоть травка есть потому что изначально это были какие-то там едет нет платина ну возьму опорам полон инвентарь в общем-то у меня наверное платины хватает на корабле ну-ка я посмотрю на звездолете моем просто я к тому что реально так платины сколько 124 500 нет я наверное еще наберу для того чтобы продать тагиридиум я вижу так сколько мне звездолете ячейк осталось а вообще нисколько в экзокостюме кстати сейчас могу получить 14 ячейку все никак не могу ее забрать нужно ее наконец-таки уже будет забрать сейчас и кстати здесь недалеко недалеко здесь находится так оксид оксид и торговец у которого можно подзаработать денег чтобы прикупить что-то себе в плане той же ячейки или еще чего-то так в итоге что я говорил мне очень нравится параметры представьте увеличить до этого у меня был высокий прыжок и увеличенная скорость бега это реально круто мне не нужно тянуться почему-то неизвестно сколько в ту точку зачем если к примеру тут планет бесконечное количество зачем мне столько времени тратить на одну планету более того аж не то чтобы супер вообще проработанная на данный момент чтобы ей нужно было любоваться к примеру как допустим это там карта из какого-нибудь ведьмака или из GTA 5 вот кстати я уже устал все так ну что пока я ненадолго отлучился здесь как раз у меня наступил день так ну что я хотел продолжить про мои какие-то мысли насчет улучшения модификации тех же возможностей и костюма так сказать и вообще своих возможностей в игре то есть на мой взгляд разработчики задали какую-то отправную точку а мы уже должны логически просто это как-то подстраивать так у Тони но вроде бы места нет в рюкзаке а нет там была ячейка плутонием занята так значит что там производительность нужно позакрывать там браузеры много чего видимо открыто так ну что до прибытия что здесь у меня находится какой-то каньончик наверное да так в ящиках что-то есть по-любому но у меня они но у меня конечно же полный инвентарь и что-то нужно выбросить ну выброшу углерод потому что его мне проще всего вообще достать а вот этот грах который я не знаю совершенно пока для чего он нужен давайте я посмотрю один из одного 13 тысяч стоит но неплохо на нем можно подзаработать блин корабля тоже полный инвентарь тогда я что железо сколько у меня железа 20 а почти не набрано железо значит я его и выброшу здесь тоже будет этот грах-грах ну по крайней мере он дорого стоит поэтому точка маршрута взаимодействовать взаимодействую опа это получается сигнал какой-то в космос да или просто открыл застолбил так сказать что это вообще было не совсем понятно пока сейчас должны сказать сообщить ну выглядело масштабно конечно и красиво обнаружена развитая форма жизни а все понятно и кстати я вроде бы я же выучил слова вроде бы язык выучил все до прибытия нужно бежать к этой развитой форме жизни с ними поговорить возможно что-то выполнить технологии получить еще что-то так ну что я к кораблю где мой где мой кораблец кстати он далеко нет сейчас я гляну 4.35 ну так терпимо в общем-то терпимо так вот хотел отметить я убрал этот мод который у меня стоял вот эти вот эффекты по краям экрана вы скорее всего сейчас видите они по углам затемнение вот это такое вообще это очень напрягает если честно говоря и уменьшает обзор я ставил мод сейчас пока временно его убрал хотел посмотреть ну большинство модов поубирал оставил только быстро интро перезагрузки и быстрые клики ну и вот этот новый мод на то чтобы убрать блики которые вот до этого я рассматривал так ну что я опять забрался на какую-то такую возвышенность неплохую просто да и я чувствую на планетах на которых будет более развита растительность все будет покруче смотреться так ну что я сейчас сохранюсь у себя возле кораблика поскольку открыл развитую форму жизни то есть это будут какие-то ребята которые могут с которыми можно как-то взаимодействовать так так утомлен утомлен постоянно утомлен ну как же так так значит так что сейчас по новому инскай пока вроде бы вот разработчики сейчас должны выпилить какое-то масштабное масштабное расширение контента игрового процесса что-то внести в игру привнести но это будет платное конечно же дополнение для тех у кого лицензия поэтому и на приставках это все будет платно поэтому нужно ждать как это как быстро оно выйдет но точно знаю что разработчики уже в процессе и уже должны скоро выпустить первое дополнение для игрового процесса для того чтобы удержать игроков потому что многие начинают возвращать игру хотя конечно тоже не всех есть конечно такие хитрые ребята которые наиграли по 50 и больше часов так я постоянно уставший что-то и хотят вернуть игру ну как же так ну ребята вы же имеете совесть я понимаю что можно поприкалываться поиграть и отдать да но отчасти тоже но с другой стороны уже как получится хотя кто-то действительно реально ее не запустил там ну или запустил вообще с тормозами поиграл пару часов и в итоге меньше двух часов в итоге не может нет чуть больше двух часов и в итоге не может ее вернуть потому что все два часа наиграл пожалуйста все забудь так ну что я уже близок я уже почти у корабля как мне кажется у своего звездолетика так я поднимаюсь все выше и выше сейчас хочу взглянуть как там на какую-то простирающуюся окружающую действительность ну так у меня да планетка пустовато немножко кстати если честно говоря музыка реально атмосферно так интересно я разобьюсь или нет если я буду допустим падать и немножко смягчу и все равно ударился все равно урон да что за фигня я же смягчил падение хотя так вообще наверное разбился если без этого джекпака но чуть-чуть не подрасчитал да чуть-чуть поломался так значит что по модам что еще интересно вышло вот сейчас хочу разобраться делают наконец-таки моды но их конечно нужно продумать рассмотреть как-то органично вписать в игру моды которые допустим немножко вносят какие-то параметры изменения в атмосферу на планетах то есть делают ее какой-то более естественной то есть по каким-то параметрам то есть нужно будет посмотреть плюс что сейчас есть сейчас уже есть какое-то другое разнообразие или увеличение ну увеличение количества это понятно а разнообразие и вообще что-то по животным то есть по живности делается стоп где мой корабль что-то я а вон он кстати там еще далековато кстати так значит да я просто почему я немножко здесь завис так сказать на этой планете хотя на планете всегда на планетке нужно зависать хотя бы для того чтобы изучить необходимые вот технологии улучшения добавления для инвентаря там какие-то технологии какие-то там брать так сказать рецепты но просто все это время так сказать я проверяю моды которые вот каждый день стараюсь найти какой-то мод много выходит модов по замену иконок всяких по замену звуков звукового сопровождения ну не знаю это но он такой вот сейчас допустим звуки музыка у меня но она даже немножко такая гнетущая хотелось бы может что-то повеселее чтобы было но мод паки звуковые тоже достаточно и будет их еще больше поэтому тоже буду по мере необходимости по мере возможности проверять но хотелось бы хотелось бы конечно для начала смотреть моды более такие глобальные более интересные которые больше влияют на игровой процесс ну честно говоря вот этот оригинальный бег который сейчас ну вообще такое ощущение что не бегу а вообще ползу плетучь как черепаха ну сами подумайте я не спорю я не должен здесь быть суперменом но вот реально мод пакет путешественника который увеличивает скорость бега и высоту джетпака но он реально действительно хоть как-то похож на что-то приближенное к какому-то экзокостюму а не то что я вообще бегу как будто я вот только что вот ладно не буду не буду пытаться долететь потому что все равно не долечу как будто я только что вот пришел там не знаю с магазина вот или откуда и нужно мне пробежать то есть ну это же совершенно неестественно то есть тем более я же говорю что если бы планета была одна две ну или пускай их пять то да их не спеша нужно исследовать но сами подумайте планета здесь блин квинтиллионы и желательно конечно круто перемещаться достаточно таки по динамичнее побыстрее с одного места в другое поэтому ну пока мод пакет путешественника мне кажется очень необходимым потому что плестись как черепаха по 18 квинтиллионам планет ну таки как в нашей вселенной там видимой то есть это конечно не совсем приятно так все я у корабля сейчас залезу в кораблик сохранюсь чтобы в следующей загрузке был день чтобы я смог какой-то мод сейчас хотел мод который добавляет какие-то хорошие новые эффекты делает картинку более четко и сглаживание без особых ресурсов без особой нагрузки кстати сейчас его проверю посмотрю как он работает ну и запишу вы я думаю кто следит за моими видео увидите его обзор чуть-чуть позже так все сейчас я вылезаю мне должно сказать что игра сохранена да точка восстановления сохранена ну все пока значит на этом я заканчиваю прохождение все веща в следующем видео полечу изучу каких-то несколько планет обязательно совершенно ну какие просто попадутся и в общем-то можно было и в этом видео сделать ну ладно сделаю в следующем так все на этом пока все спасибо за внимание